Доквейт называется «Доквейт» «Тои писем о моделевании свечения моделянки» Я и аспирант «Горастописки» лично по центру личной основной инвестиции Вот же просьбый ступ Ну и план моей Доквейт Вот же Ну и доквейт будет описано про инвестиции основной инвестиции Я расскажу про сетки потенезаційных моделей свечения ненебулярных объемов Далее я расскажу в которую можно провести анализ пошуку результатов в инвестиции Далее покажу как можно сформулировать входный потек данных сетки моделей сетки параметры для работы инвестиции сетки 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 Команды клауды подаются в виде словосполучен или речен, которые местят и параметры. Каждая команда окременно достойчиво зависит. Нужно сделать драйвер, который создал данные, и которые клауды подчеркнули. Этот драйвер можно написать не в умове C++, а в умове интерпутатора ПЭР. Я буду рассказывать о последний вариант, оскільки для нас, какие переваги первого данного випадка на C++, это то, что не нужно каждый раз перекомпулировать этот драйвер при каждой модификации. И то, что лаконично можно записать все наши действия. Для начала, что происходит? Открывается. Как видите, драйверы ситки организованы неутициализацией массы входных данных. И циклы в результате ситки при рязных значениях и параметрах. В внутреннем цикле происходит поточный запуск программы клауды. Открывается. Это можно таким же фантком коду выбрать. Тут в клауде идентификатор к потоку. Цей файл экзешный. Назов коначал файл по программе клауды. До речи, клаудя с самого початка была сделана для работы подведов, но мы ее переработали по другому родину. И далее смена. А вот файл. Комиститься на назву файл. Далее. Далее. Вкладку успешно. Успешное открытие процесса. Драйвер команды в клауде. Ось для примера. Команды. У виглядя этих самых сполучен и речей. Я самому участку выбираю. Я клею. Я клею. Если все хорошо инициализировано, то эти команды даются сразу в клауду без формирования входного файла. Это был первый пункт. Другой пункт. Другой пункт. Работа с массовым данным. Потому что может быть так, что формуется входный файл, который поместит входный файл. И мы должны найти какие-то параметры, которые нам необходимы. Само на данный момент. Поэтому можно это сделать таким образом, как вы видите. И, соответственно, где идет перелик параметров, которые нам необходимы. В данном случае мы видим радиус, концентрация, водный файл. И, соответственно, как часто бывает, не может клауду найти все данные, которые нам необходимы. Поэтому нужно пристраховаться в таком случае. И это можно сделать за допомогой наступных поведомных. И, соответственно, дальше идет шматок кода, который, власне, отбывается сам кошка. В ответ на вебе открывается входный файл, в список этих параметров. В ответ на это сообщение, которые нам необходимы. И значение шутного параметра выписывается в измену парам. В следующем, моя часть, на последний раз, это формирование сетки вильных параметров. Мы модифицировали саму клауду для того, чтобы она читала, ну, клауду, по самому программу, читали линию сетки вильных параметров из файл. Как это вильных параметра створить? Ну, первым чином, это задать значение для чинников моделей. И есть диапазон сетки моделей. Останнее, это властный модуль, остальная модель. Мы отдаем, я поможа, больше. Потому что мы не знаем, сколько может быть этих моделей оттвориться. Другой, у нас в модели получают сейвы. Другой пункт, это создание властного самого файла. Для дальнейшего запуска, например, с названием импульта. Наступным чином. Далее есть схема, с чем я работаю. Другой пункт, это как раз каверна зеленого витра. И у нас есть четыре вильных параметра. Например, там втраты массы. Швидкость. Вильного N0 концентрация. И швидкость. Ну, швидкость, я бы сказал. И за допомогою этих четырех вильных параметров, мы, например, хотим найти внутреннюю и внешнюю районность R1 и R2. Для этого мы строим сетку вильных параметров. Мы строим вильные параметры в певном диапазоне. С певным кругом. Бачите, он открывается цикл. И далее, как вы видите, R1 и R1, так же как R1 и R2, который поместит вильных параметрах. И будет сетка моделей. И, верно, будет сетка значений в внутреннем и внешнем катексе. И далее, наступный пункт. Ну, это наша особенность. Как физики, астрофизики. Это вытягивание моделей, которые не отвечают физическим рисковым. То есть вы видите, чтобы внутренний радиус был больше за внутренний радиус. И, соответственно, властный запись о зрахунке в входный файл с такими назвами, как вы видите. Отже, я пытался это все коротко рассказать. И где я могу сделать висновки стосовно интернет-файлу, поскольку это все было сделано в нем. Что его лаконичностью написания, например, есть то, что мы там используем полиномы, или много глубже от гнятя до степеню. То такую команду, как Клаудия, как гнятя до степеню, в файлеровском стратегии используется лаконичный синтаксис. Он на 10 в степене 6. И для увеличения программирования. И еще хочу додать, что, как я уже сказал, наш код, написанный наперед, можно использовать для отборения сетки венфлоранцов и для работы с великим массивом знаний. Все. Питание, пожалуйста. Прошу. 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 а где-то посередине, между этими параметрами. В тот момент я там очень сильно спотихнулся. У вас такой потребы нет, или, по-настоящему, я не могу сказать. Я скажу, что реализация строительных алгоритмов позволяет вам сделать процессы распораживания. Если у вас есть программа и вы имеете великий массив, то есть вы имеете ввиду этой программы и вашей методикой, которую вы используете, вы используете гриб-системы? Гриб-системы. Ну, или кластер. По кластерной системе. В том, что есть паралели по ядрах, вы можете сказать, сколько хотите задать ядер, но в таком способе. И можно паралели по ядрах, то тут, в принципе, и по процессору каких-то проблем нет. Что касается на уровне перната, то такого сенсора водикла нет, сколько теперь у нас есть как обслуговывающий инструмент, для того, чтобы не творить полу входных файлов, то он постоянно... И для того, чтобы анализировать поток входных данных, данных, которые очень большие, массивные, и что среди них нужно выбрать что-то конкретное, то это очень важно все честно делать. А что к паралели, то так, в следующей неделе тоже было с непознависием Чантемии, в основном связи с тем, что да, это есть параллельно. Спасибо. Спасибо. Ну, давайте поддякуем. Спасибо. Я, окременно, хочу наголосить на том, что насыщение...